Инспектор отдела надзорной деятельности управления МЧС и сотрудники соцзащиты в совместном рейде по многодетным и неблагополучным семьям. Там, где дети остаются без присмотра и предоставлены сами себе, как правило, и происходят несчастные случаи и пожары. Эта квартира в переулке Шевченко у соцзащиты на заметке. Мама и трое детей. Женщина трезва, весьма опрятно одета, но в квартире сильно накурена. Инспектор строго-настрого предупреждает не курить в постели и в состоянии алкогольного опьянения. А также просит обратить внимание на проводку. Сейчас мы были в квартире, где проживает многодетная семья. Там мы видели нарушение правил пожарной безопасности. Это скрутки электропроводов и нарушение изоляции электропроводов. В этой квартире живет семья из четырех человек. Двое маленьких мальчиков, их мама и бабушка. Органы опеки у них не в первый раз. Здравствуйте, пожарная охрана беспокоит вас. Курите? Курите, говорю? Да. Да, мы курите, да? Пройти-то можно к вам? Можно мы у вас проводочку посмотрим? Проводку у вас можно, мы посмотрим. Мы из опеки еще. К работе. К работе. Да, мы всех проверяем. Социальная защита с пожарной охраной. Проверяем проводку. Пустите. Мамы детей дома не оказалось. По словам бабушки Жанны Павловны, она на работе. К батарее привязан пес. На улицу собаку Жанна Павловна не выводит. Боится, что убежит. А потому для животного вся квартира. Один большой туалет. С пожарной безопасностью тоже беда. Жилище опутано проводами удлинителей. Здесь написаны меры пожарной безопасности в жилье. Что запрещается делать в жилье. Что касается проводки, что касается газового оборудования. Вот здесь, пожалуйста, читайте. Это будет вам полезно. У нас только в воде и телефон. У нас ничего нет. Телевизором пользуйтесь. После этого визита детей из семьи заберут. Мальчики растут в зловонии среди тараканов и собачьих фекалий. Сначала их отправят в реабилитационный центр. А потом в детский дом. Если их самые близкие люди, мама и бабушка, не приберутся в квартире и не создадут нормальные условия для жизни.